Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Тема экологии всегда очень актуальна для череповца, очень чувствительна, её всегда обсуждают. И сегодня мы пригласили в гости председателя постоянного комитета законодательного собрания Вологодской области по экологии и природопользованию Михаила Ставровского. Михаил Сергеевич, здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Здесь тема, знаете, какая, почему вдруг? По экологии можно говорить, и вы сами знаете очень долго, много и всего, но доклад появился Общественного совета Минприроды, где череповец хотят исключить из проекта чистый воздух. Вот знаете ли вы об этом проекте, что это за проект и чем это может быть вот как-то хорошо для череповца или плохо для череповца? Я думаю, что надо начинать, прежде всего, с того, что в кои-то веки мы получили государственные программы в сфере экологии. Причём надо говорить, что эти программы, безусловно, являются стратегией правительства в нашей стране. Были разные программы, которые рассматривают те или иные проблемы в сфере экологии. Эти государственные программы охватывают очень много тем. Вы только что поняли чистый воздух. Конечно, для нас эта программа, для нашего города, эта программа крайне важная, поскольку череповец один из немногих городов, единственный, наверное, в Вологодской области, немногих городов России, которые являются городом с такой промышленностью. Причём промышленность и металлургическая, и химическая. Это те отрасли, которые, к сожалению, значит, приносят достаточно много проблем. И не случайно череповец попал в эту программу «Чистый воздух». Много спрограмм ещё и другие у нас есть. Это и «Спасём Волгу», я так коротко называю, это и программы, связанные с переработкой мусора и другие. Вот чистый воздух очень своевременно, очень важно. И череповец, попав в число городов, вот этих вот, значит, тем не менее являться городом, где металлургический комбинат все эти годы серьёзно занимался экологией. Мы очень рады этому. Это в какой-то степени даже признание заслуг металлургов, значит, города и области в том, что здесь занимались проблемами всегда. Даже в 90-е тяжёлые годы. Посмотрим даже на цифры. Скажем, вот за эти годы за счёт вложений компании «Северсталь» за 12,4 миллиарда рублей удалось очень резко снизить выбросы в атмосферу 60 тысяч тонн. Вот за все эти годы. При этом мы должны сказать, что сложилось какое-то мнение о том, что череповец очень серьёзно показывает. Но что в этих выбросах? Надо посмотреть. Там есть вещества, которые относятся к разной группе опасностей. Да, у нас много этих выбросов, но мы их убираем, я уже сказал. Во-вторых, есть комплексный показатель «Индекс загрязнения», который как раз учитывает не только валовый выброс, но совокупность всех элементов, в которых в атмосфере сегодня находятся. И, значит, есть преднедопустимые нормы. И вот здесь надо подключить вторую программу. Помните санитарно-защитную зону? Сколько было копий сломано? Я даже участвовал в Страсбурге, в суде европейском правом человек, когда нас обвинили в том, что вот мы наносим вред здоровью. А вот по этому показателю, а у нас чуть больше четырёх, мы сегодня относимся к городам достаточно благополучным. Я вам скажу, что город Вологда имеет такой же показатель, как Череповец. А город Москва и Санкт-Петербург, там показатели бывают под девятку. Вот так, на всякий случай. Тем не менее, вот это, ещё раз повторю, это правильно, абсолютное решение, принятое сегодня в нашем государстве правительством, президентом, о необходимости снижать выбросы. И мы этой проблемой занимаемся. И металлурги, значит, и другие наши предприятия, значит, всё сделали для того, чтобы сегодня мы имели такой индекс загрязнения. И дальше нужно этим заниматься. И поэтому металлурги, по майским указам президента, взяли ещё более амбициозные планы на 22,5% сократить выбросы в атмосферу к 25 году. Но этого ещё мало, значит. Мы пошли на следующий шаг и получаем в данный момент вот такую информацию. Я думаю, что это решение поспешно. Есть другие позиции. Почему поспешно? Потому что никуда не уйдёт металлургия и химия Череповца, как и из Липецка и из других городов. Она всё равно с нами останется. Но ведь кроме проблем, которая возникает за счёт наших промышленных предприятий, слава богу, на которых занимается экологией, менеджмент, мы видим, да, есть другие проблемы, а городской транспорт. Кто будет заниматься этим? И мы очень надеялись, что попав в число вот этих городов, совершенно правильно бы попали, да, потому что у нас риски больше, чем другие города, чем Волга, например, да. Сегодня наши предприятия промышленные работают, занимаются вопросами экологии, платят деньги в бюджет. Но есть моменты, которые необходимо, значит, решать вместе, в том числе и на федеральном уровне. Но вот с одной стороны, в этой программе говорят, вы молодцы, вы что-то делаете в городе. Вот давайте мы вас включаем в эту программу. Давайте. Мы должны сказать, что там ведь не только помощь там предприятиям и... Нет, конечно. Там же и вот вы вспоминали про транспорт. И глава Череповца здесь, в этой студии, говорил, что по этой программе мы хотим заменить наши трамваи. Вот это проблема, которая постоянно звонят на прямой эфир и говорят, что когда у нас будут трамваи. Ну вот мы подошли как раз к этой теме, очень важной теме. Наши предприятия справляются своими обязанностями и они работают сегодня по стандартам, международным стандартам, значит, экологическим и, слава богу, они это дальше будут делать. Но это не значит, что нас нужно выкинуть из программы. Мы ждем федерального бюджета, прежде всего, там, где функции государства, они сегодня являются очень важными для всей России. Возьмем мониторинг для того, чтобы лечить больного, надо поставить диагноз. Если мы не будем знать в режиме реального времени состояние того же воздуха, да, то мы, значит, будем опаздывать с мерами для того, чтобы приводить постоянно в чувство. Санитарно-защитную зону мы затронули, значит, в свое время. Мы имели серьезные проблемы. И в четвертом году было подписано четырехстороннее соглашение Российский Росприотнадзор, значит, руководство компании Северсталь, руководство города Череповца и области. Ваш покорный слуга тоже поставил туда подпись в 2004 году. Мы должны были за десять лет получить ПДК в предельно допустимой концентрации, нормативной, да, в норме, на границе, то есть на заборе предприятия. И мы это получили. Но, кроме этого, компания Северсталь не только уменьшала выбросы, но она еще и ликвидировала последствия неблагополучной экологии. Это социальная ответственность перед людьми, которые работают на предприятии. Это профилактория и все остальное. Это тоже было в программе, она тоже выполнена. Вот поэтому сегодня важно не остановиться. Если в этом году мы поставили, запустили две новые станции, а всего восемь станций в Череповце, которые постоянно меряют, ну четыре, там дискретностью шесть часов меряют, да, а четыре станции в автоматическом режиме, значит, вручном, автоматическом замеряют состояние атмосферного воздуха. Нельзя эту программу бросать. Более того, она должна не только в нашем городе быть, но и в других городах, кстати, она есть в 630 городах по России в целом. То есть, часть программы это вот и мониторинг включает? Конечно. А теперь переходим к мерам, значит, это ведь не только трамваи, это еще не факт, трамвай это должен быть, или автобус. Или электробус. Электробус, да, автобус с двигателем от аккумулятора, да? Так, москвичи сегодня об этом задумались. Это другие меры, связанные с транспортом. Какое топливо мы сегодня используем, кстати, для своих автомобилей. Европа уже этот путь прошла, а мы еще пока не приступали. И это все требует затрат. Да, мы понимаем, что сегодня многие национальные программы вот под угрозой в связи с известными событиями, да, и все так, но при этом мы должны подумать. Все связано. Вот почему программа экология стратегическая? Она влияет на здоровье. Можно покупать дорогостоящие оборудования, проводить дорогостоящие операции, что и делается сегодня в стране. Но может быть мы уменьшим затраты в здравоохранении, если решим проблемы экологические. И может быть нужно посмотреть, чтобы проекты не остановились, посмотреть другие источники. Может быть это гарантии государства перед муниципалитетами и регионами на заемные ресурсы. Но здесь не говорится о том, что денег нет. Здесь говорится о том, что Череповец молодец, у них показатели хороши и нечего им делать в программе чистого воздуха. Я не совсем соглашусь. Я давно, значит, вот работаю во власти и, значит, я прекрасно понимаю, что здесь об этом не говорится напрямую, но я думаю, где-то подразумевается, мне так кажется. Вот поэтому, значит, я думаю, что вот мы не только о чистом воздухе говорим, да, мы говорим о других проектах государственных, очень важных. К сожалению, да. Ваш комитет другими какими-то экологическими программами наверняка занимается и, на мой взгляд, это очень важно, потому что экология всегда где-то была вот в какой-то стороне, а тут есть постоянный комитет, который занимается не только природопользованием, но и экологией. Слово экология стоит на первом месте. Какие еще направления направления, да, в работе есть и в области. Мы уже упомянули, значит, вот тут даже нельзя вот сказать, какое на первом, на втором, третьем месте, да. Любой, значит, проект экологический, он очень важен. Ну, например, вот еще один проект очень важный, это чисто вода. Для Вологодской области крайне актуальны, для России супер актуальны. При огромном количестве открытых водоемов, источников и больших запасах подземных, вот тем не менее, значит, мы сегодня не можем обеспечить и сказать, что в Вологодской области, я за Россию не беру говорить, я знаю ситуацию, но не буду говорить. В Вологодской области мы сегодня, ну, 50 процентов обеспечиваем гастированной чистой питьевой водой. У нас очень много проблем пока с очисткой стоков. И эта программа, завязанная нашу областную программу, вода Вологодчины, да, которая вот получила движение последние годы, мы очень рады этому, и поддержку федерального бюджета. И, значит, мы тоже надеемся. Возьмем Череповец. Череповец, значит, из года в год вот заниматься чистой водой, и сегодня, значит, слава богу, Череповце чистая питьевая вода. Сейчас на выходе, значит, объекты в Шексне. Крупный поселок, он тоже на Волге находится. Я вот буквально той неделе там побывал, при поддержке правительства области, значит, губернатора нашего там. Сегодня, ну, я думаю, что через два-три месяца будет запуск установки, которая даст такую же воду, как в Череповце. Сто процентов пока что. Канализация. Участвует в программе федеральный Череповец. И, значит, огромная реконструкция проходит сейчас на правобережных очистных сооружениях по стокам. Череповец перерабатывает сегодня ливневку. Шексна будет ливневку перерабатывать. А что это такое? Это программа по Волге. Это тоже нельзя останавливать. Нельзя останавливаться на полпути, потому что это слишком длинная цепочка. Мы говорим, чистая вода, дальше пошло здоровье. И если мы здесь не сделали, затраты будут там вылезать. Надо рассматривать комплексно. И я думаю, что все равно изменения вот происходят сегодня. Правительство у нас новое. Вот. И я думаю, что перевес будет в пользу этих проектов. Их долго ждали. Что кроме воды? Кроме воды, значит, естественно, программа связана с переработкой мусора. Опять же, вот даже можно проследить, как одно за другое цепляется. Если говорить о канализации, мы не можем остановиться, потому что жизнь приносит новые и новые вещи. 30 лет назад, 40 лет назад мы возьмем. Как стирали? В пруду? Значит, даже в городе посудомоечных машин не было. Белье стирали. Использовали мыло. Стока химических препаратов появилось. И для мойки посуды, и всего остального. Что изменился состав канализационных сток, который поступает. Не замечать этого нельзя. Надо было проводить модернизацию для того, чтобы все эти отходы и химические, которые стали добавляться в канализационные стоки. Чего раньше такого объема не было. Надо было их обезврешивать. А это, я уже еще раз сказал, это влияет на программу здравоохранения. Волга. Огромный проект. И он рассматривается нашим комитетом вместе с программой чистая вода и канализационные стоки. Следующий вопрос. Это биоразнообразие животного мира. Важный момент. Конечно, важный момент. И последние годы, наверное, обратили многие наши жители, которые вот едут даже по дороге. Я такие примеры привожу, что можно было пощупать, что называется. То есть не для охотников, для обывателя. Вот мы едем по дороге, мы видим, что появилось заграждение. Осторожно лось. И заграждение проходит по всему участку трассы практически сейчас. И дальше это будет делаться. Мы сегодня регулируем количество отстрелов в зависимости от задачи, которая стоит по популяциях лося, медведей. И по каждой особи у нас есть сегодня план у департамента. Это уже сфера нашего влияния. И наконец переходим к мусору. Мы очень долго, к сожалению, подходили к этой проблеме. Череповце в пятом году был готов уже вариант переработки сбора мусора. Мы участвовали тогда в проекте международном. Но вот, к сожалению, вот это все отодвинулось. Сегодня это одна из самых острейших проблем. Это суперпроблема. Эта проблема выходит далеко за рамки чистой переработки мусора. Это проблема связана с загрязнением водоемов. Вот наши дайверы сегодня, значит, каждый год ныряют по озерам Вологодской области. Вы знаете, что такое там не находится. Да ладно озера. Вон когда чистят реки, озера. Да, пляжи. Да, да, да. Оттуда столько этого мусора, что... То есть это вот проблема номер один. Она сегодня тоже подойдет нашего комитета. Скотомогильники. Да, их очень много на территории Вологодской области. Слава богу, сегодня практически все скотомогильники обнаружены, взяты на контроль и выделяются деньги. Они передаются на обслуживание местным органам власти вместе с деньгами. И вот идет серьезная работа. Домашние животные. Это и законотворчество, это и принятие нормативных актов, связанных с содержанием животных безнадзорных. Это тоже сфера деятельности. То есть объем, значит, сегодня работы комитета вместе с правительством, он огромный, потому что много для нас стало новым. Ну, подход к домашним животным совершенно меняется. Да, он сегодня ближе к европейскому. И это сегодня заставляет, значит, принимать очень много документов нормативных. И прежде всего менять нашу ментальность всех. Да, тут много вопросов и мусор. Мы вроде выбросил мусор и забыл. Он же копится, копится и все больше. Да, и мы пока вот, значит, ну, слава богу, что мы к этой теме подошли. Но впереди очень серьезная и большая работа. Как по подготовке нормативных актов. Ведь много идет всяких звонков. Почему я живу, значит, в одном месте, если у меня там где-то еще есть жилье, то я должен и там платить, и там платить. То есть вот эта проблема пока не решена на законодательном уровне, но я думаю, что она решится. Я думаю, что в этом году. Вот, кстати, и последняя тема, очень важная, я ее оставил. Это вопрос лесовозобновления. Вот мы говорим о чистом воздухе, да, все правильные вещи уменьшать, но мы забываем, что очень важную функцию лес несет еще, кроме того, что это сырье очень ценное, да, возобновляемое сырье, подчеркну. Это еще наши легкие. Источник кислорода, да. Вот. Вы просто начали говорить про будущее, я уже зацепился. Будущий год, год экологии. Какие надежды вы связываете с этим годом и какие, может быть, проекты, они уже, ну, там, как говорится, на мази, что в этот год можно было бы их актуализировать и, ну, если не решить, то, во всяком случае, как бы, продвинуть? Ну, вот, две недели назад произошло совместное заседание комитета по экологии, я на нем не присутствовал, значит, проводил, значит, мой заместитель Андрей Николаевич Макаров, вот, и бюджетного комитета с департаментами, вот, которые отвечают за те направления, рассматривали как раз на 21-й год бюджетное финансирование, включая и федеральные бюджеты, включая, значит, областные бюджеты, значит, местные, местный бюджет, ну, прежде всего, вот, областные и федеральные бюджеты, вот, по тем направлениям, о которых я сказал. Задача не бросить в проекты, которые, это главная задача. Мы очень много открыли направлений, вот, о которых мы только что поговорили, если нам удастся сохранить направление, пусть с уменьшением финансирования, но не бросить, очень тяжело начинать, значит, и задача, вот, номер один, и сейчас занимается департамент, соответствующий с министерством финансов, значит, правительство для того, чтобы Чайповец не вылетел из этих программ, несмотря на все его достижения, связанные с продвижением по проекту «Чистый воздух» и по другим проектам «Чистого воздуха», тем не менее, нельзя останавливаться, иначе все, что уже вложили, оно может просто-напросто не дать того эффекта, на который мы рассчитываем. Прежде всего, эффект такого кумулятивного. Эти достижения, они просто... Это очень быстро, вот, я уже пример приводил с моющими веществами, стоит только остановиться, любую сферу возьмем, возьмем чистая вода, например, программа, у Чайповец все в порядке, ничего вроде не надо делать, вода гастированная. Да, 20 лет назад мы не знали, что такое микрофильтры, значит, на очных сооружениях, но, к сожалению, значит, изменилось качество сырья, который мы используем для подготовки питьевой воды, там появились микроорганизмы, водоросли, значит, и вся Скандинавия чистит, и мы сегодня чистим, но в России немного, вот Москва подошла к этому, Чайповец чистит, там еще несколько городов, а еще некоторые не подошли к этому. Надо менять понимание того, что если вы занимаетесь этим хорошо, то и вам нужно и помогать. А не то, что вкладывать деньги в те, кто ничего вообще не делал, и эти деньги уйдут. Обязательно, потому что твои деньги, вы затронули очень важную тему. Почему надо? Не потому, что, значит, там вот, как элемент поощрения, это прежде всего развитие. Если мы не будем этого делать, значит, мы не получим этот опыт, бесценный опыт, на котором могли бы уже другие двигаться дальше. Если сегодня развивается, допустим, в Череповце все это направление, там в Тольятти, там, значит, другого направления в экологии, так надо это поощрять и помогать, для того, чтобы этот опыт можно было перенести. Дальше. То, что я точно знаю в следующем году экологии, я вас буду приглашать чаще сюда, на программу и будем разговаривать уже по конкретным вопросам, потому что вот мы сейчас пробежались по этим темам, это же достаточно крупные темы, которые можно обсуждать. Каждое из направлений требует отдельного разговора. Спасибо. Михаил Ставровский, председатель постоянного комитета Законодательного собрания области по экологии и природопользованию, был сегодня в гостях. Спасибо большое. Все, ладно. Я приглашаю вас. Это была программа Перехресток. Мы с вами сейчас встретимся в программе новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова